Всем привет! С вами Владислав Аман и это рубрика не бла-бла-бла. Поехали! Думаю, вы уже все прочитали название и поняли, что тема сегодня не простая. Я пару дней назад ее подняла в своем инстаграм. Кстати, не забудьте подписаться. Ну и, собственно, мнения разделились, и вот вам скриншоты. Сразу скажу, возраст тех, кто мне ответил, разный. Есть люди чуть старше, чем я, как я, и, собственно, подростки. Всем огромное спасибо за то, что вы среагировали и, как и обещала, я даю свой полный ответ здесь, на ютубчике, потому что в 15 секунд я не уложусь. Поехали! Я хочу поменять пол. Наверное, фраза, которую ни один из родителей не хотел бы услышать, хотя, возможно, я ошибаюсь. Я всех приглашаю в комментарии под этим видео. Сразу скажу, что это лишь мое мнение с точки зрения педагога. Да, я с этим столкнулась, поэтому я решила, что хватит мне молчать. Я сейчас всё по пунктам, по фактам расскажу, но я считаю, что закрывать и дальше на это глаза не стоит, поскольку мы можем очень быстро упустить один очень важный момент. Но обо всём по порядку. Итак, эту тему я подняла в Instagram после просмотра сериала «И просто так», да, по-моему, так он называется «И просто так». И просто так там затронули множество современных актуальных тем, но одно из которых было, что дочка главной героини решила сменить пол. При этом она не сообщила об этом в первую очередь своим родителям, она сообщила об этом всем – учителям, друзьям, об этом были в курсе даже родители друзей, но сами родители были не в теме. Как это там всё подаётся, начали выяснять, а что же, да почему, да как, и все сказали «Не-не-не, вы не имеете права вмешиваться, мы можем только поддержать и, собственно, всячески поощрять выбор ребёнка». Тема не раскрыта, на этом как бы сюжет замят, что будет дальше непонятно, но думаю, что эту сюжетную линию они как бы уже всё оставили. Как жить нам, зрителям, с этой историей – вопрос, но давайте разбираться. Также, конечно же, сериал – это одно, но если мы говорим про реальную жизнь, мы можем вспомнить дочь Анжелины Джоли и Брэда Питта, которая долгое время позиционировала себя исключительно как мальчика, везде показывалась в мускулинных нарядах, сделала короткую стрижку и так далее, но не так давно на одном из мероприятий она представила в образе милой девушки в красивом платье вместе со своей сводной сестрой. Снова-таки, тема закрыта? Непонятно. Но есть же последователи и есть люди, которые смотрят на селебрити и понимают, что таким образом этих людей выделяют из общей массы других людей. Таким образом – классный приёмчик, а почему бы мне не сделать так же, чтобы меня заметили и как-то выделили среди других. Ах, как это всё непросто! Давайте разбираться, где же есть правильное решение, где неправильное, подкрепляется ли это физиологией, или это только какие-то психические состояния человека, или же это исключительно подростковое бунтарство. Итак, сегодня я не затрагиваю тему толерантности и так далее. Сегодня конкретная тема – смена пола в подростковом возрасте и своя идентификация в плане гендера. Давайте разберёмся. Итак, мы не можем не учитывать. Один из основных факторов – это, собственно, планирование рождения ребёнка. Уважаемые люди, которые хотят рожать детей, пожалуйста, займитесь своим психосоматическим состоянием хотя бы за пару лет до того, как вы решили продолжить рот. Уж поверьте, это будет на пользу не только вам, но и вашим детям. Это первое. Второе. Конечно же, максимальное внимание должно быть уделено внутриутробному развитию. Да, есть моменты, на которые сам человек не может повлиять, но есть и много аспектов, которые должны быть учитаны людьми с высоким уровнем самосознательности, то есть осознанные. Мы все должны быть осознанные. Это очень важно. Итак, не можем не учитывать тот факт, что случаются патологии. Да, это когда, собственно, врождённая нечувствительность к андрогену. То есть, по сути, организм человека ещё даже внутриутробно не восприимчив к гормонам андрогена, да. И, соответственно, получается, что внешне, да, это XY, развивается мальчик, но из-за непереносимости, да, его клетками, собственно, этого гормона в его голове не формируются нужные, так скажем, связи. И у нас и получается вот та история, когда в мужском теле спрятана девочка. Да, такое случается, увы. Но это патология, ещё раз говорю, да, и это совсем другой вопрос. Думаю, понятно всем, что это уже должно решаться с помощью определённых специалистов. Но если мы говорим про другие факторы, например, бывают случаи, когда это зависит напрямую от женщины, которая носит ребёнка, она перенесла огромный какой-то стресс, её, а может и не огромный, она могла и сама себя накрутить, да, это я про ответственность, собственно, которую мы несём. Не только за себя, но и за всех, за кого поручаемся, собственно, за продолжение рода в том числе. Ещё раз пункт, пожалуйста, давайте повторим. Так вот, собственно, стресс надпочечники выделяют андроген, соответственно, это максимально большая доза для плода, который в женщине, да, то есть девочка, например, внутри получает вот этот повышенный уровень андрогена, и, соответственно, в дальнейшем также могут возникнуть какие-то вопросы. Вот такие нюансы, которые касаются внутриутробного развития. Я очень обобщённый, я в данном вопросе не специалист. Пожалуйста, если вдруг где-то допустила ошибку, поправьте в комментариях. Спасибо. Далее, что касается уже, собственно, моей профессии, работы с детьми, и тут очень важный момент. До трёх лет ребёнок никак не может себя идентифицировать. Он не особо понимает мальчик, он девочек, девочка, и не до конца понимает вот эти вот гендерные роли. То есть случаются случаи, когда девочка говорит, что она мальчик, мальчик говорит, что она девочка, хочет играть в куклу или в машинке, но мы не должны на этом слишком сильно акцентировать внимание. Снова-таки здоровое отношение в семье. Очень важно, чтобы девочку любила мама в том числе, и она не сильно быстро её, так скажем, отторгала в свободную взрослую жизнь. Девочка должна максимально много получить любви для того, чтобы себя идентифицировать с девочкой. То же самое касается мальчиков. Конечно же, мамы также должны любить мальчиков, но и отцы должны максимально много уделять внимания мальчишкам. Тогда мальчик будет идентифицировать себя не как залюбленный, как мы говорим, такая не очень, скажем, звучная красивая фраза «маменькин сынок», а будет себя ассоциировать с мужчином тем, каким мы, наверное, должны его представлять. Снова-таки это всё очень абстрактное понятие, но я думаю, вы понимаете, к чему я веду. Итак, как я уже сказала, ядро гендера формируется до пяти лет. То есть, если ребёнка окружает здоровое общество, здоровые родители, я имею в виду и психическое состояние их в том числе, если родители себя адекватно оценивают в своём теле и подают это грамотно, правильно, никак не показывая ребёнку какие-то недовольства в ту или иную гендерную сторону, то и ребёнок никаких вообще проблем не будет испытывать при осознании своей гендерной идентичности. Вот и всё. Это, конечно, идеальный мир, но давайте разбираться, если мы не совсем в идеальном мире, что же с этим делать. Статистика следующая. В более толерантных странах это один человек на десять тысяч. В, ну, скажем так, странах, где это не так популяризовали, один на четыреста тысяч. То есть, понимаете, да, это на самом деле не так уж, чтобы, как бы, каждый второй. Это достаточно минимальное количество. Почему же этот вопрос на данный момент настолько приобрёл просто какие-то вселенские масштабы? На мой взгляд, на данный момент есть некая, знаете, агрессивная толерантность. То есть, это мой термин, вот, не принимайте его близко к сердцу. Я сейчас объясню, почему и с чем это связано. Несколько лет назад, конкретно даже уже шесть лет тому назад, я проходила практику в школе, которая мне просто сообщила о том, что решили взять курс на толерантное воспитание. При этом, при всём, они не прониклись вопросом, они это всё перекрутили, перевертели, и, в общем, получилась у них настоящая каша. Я эту кашу потом увидела ещё и в местной газете и ужаснулась, честно. Вот это тот момент, про который я, собственно, молчала. Да, собственно, я повозмущалась, но никаких конкретных действий, к сожалению, предпринять я не могла на тот момент. По истечению этого времени, вот, шести лет, да, я могу видеть, как же сейчас себя позиционируют дети, которые попали под влияние вот тех самых педагогов, да. Снова-таки, я никого не обвиняю. Я понимаю, что дали установку, мы внедряем. Но, ребята, давайте же, в конце концов, самообразовываться. Мы же не можем слепо брать всё на веру. Мы должны это всё переваривать, мы должны это всё осознавать. Снова-таки, про уровень осознанности, пожалуйста, уделяйте этому максимально много внимания. Спасибо. И да, конечно, очень важный момент. Интересы не должны быть стереотипны. Нет, не говорит ничего о девочке интерес к машинкам, что она станет мальчиком. И точно так же наоборот, если мальчику нравятся куклы, переодевать их, одевать, и вообще с ними играть, и проводить, не знаю, больше времени с младшей сестрой, чем нежели со старшим братом, это снова-таки ничего не говорит о том, что в дальнейшем он станет девочкой. Нет. И ни в коем случае не нужно на этом заострять внимание, собственно, самим родителям. Ещё раз, интересы не стереотипы. Да, радуйтесь широкому кругозору вашего ребёнка. В этом должна заключаться главная идея гендерного воспитания. Да, мы должны поддерживать интересы девочек к технике, мальчиков к искусству. Почему бы и нет? Но нет, мы всё совершенно по-другому воспринимаем, и у нас получается вот та самая каша. Да, ребята, нам нужно образовываться. Да, нам нужно вникать в вопросы, которые актуальны на данный момент. К сожалению, я с большим сожалению вам могу сказать, что да, этой теме не уделяют внимания, когда обучают вас, собственно, в профилированных вузах, институтах, например, тех же самых педагогов. Очень много разного всякого есть у нас в программах, но система образования, как мы знаем, увы, несовершенна. Ставь лайк этому видео, если тоже отчасти жертва системы образования. Увы. Итак, мы поняли, да, до пяти лет мы совершенно спокойны, но вот если уже после пяти лет ребёнок всё же настаивает, что нет, я девочка, нет, я мальчик и так далее. Конечно же, стоит обратиться к психологу. Детский психолог не должен быть каким-то врагом. Он, наоборот, должен стать другом, и не только вам, но и вашему ребёнку. Почему бы и нет? Ну, увы, вот так вот наше общество, так мы сложены, да, что какие-то вопросы нам проще обсудить, по сути, с чужим человеком, чем нежели рассказать что-то, какую-то проблему в семье. Опять-таки, да, это не совсем правильно, конечно, классно, когда в семье все друзья любят друг друга, поддерживают, но, увы, к сожалению, мы не живём в какой-то капсуле, да, в какой-то такой вот закрытой, закрытой теплице, и на нас влияют внешние факторы, и, к сожалению, это травмирует любого человека. Но, опять-таки, мы за позитив, если есть проблема, решите её. Если не можете решить сами, разговорами, поддержкой, ни в коем случае, ни криками, выяснением отношениям. Стоп! Таким образом вы ничего не решите, знаете сами. Ну, хуже же только сделаете, правда? Сами не справляйтесь, обратитесь к специалисту. Психологов есть достаточное количество. Слава богу, недостатка мы вроде как не испытываем. И да, мы подходим к, собственно, диагнозу, который, к сожалению, может возникнуть, и он звучит как гендерная дисфория. И да, в других странах могут назначить даже специальные препараты, которые будут блокировать гормоны. И, соответственно, до того момента, пока человек не станет совершеннолетним и не примет решение, кем же он хочет быть. На данный момент гендерная дисфория относится в Украине к психическим и поведенческим расстройствам. Но в ближайшее время возможно, что это уже будет не психическое расстройство, а, собственно, состояние, связанное с сексуальным здоровьем. И вы понимаете, я думаю, что не нужно углубляться сильно в вопрос, что это примет, ну, несколько другой характер. Да? Пишите свои догадки, чем это может для нас обернуться. Такое, несколько легкомысленное, на мой взгляд, отношение к данному вопросу. И ещё один важный момент. Раньше, чтобы человек принял такие серьёзные решения, он проходил действительно много кругов, проверок. Человек должен был даже лечиться в психбольнице для того, чтобы определить уже окончательно, нужна ему смена пола или нет. Сейчас таких комиссий человеку можно и не проходить. И вот тут начинается самое печальное. Итак, мы подходим к подростковому возрасту, да, то есть мы прошли уже все этапы, и, допустим, там всё было хорошо, всё было супер, всё замечательно, в общем, идеальная картина. Это подростковый возраст, и тут какие-то начинаются нюансы. Сразу скажу, что если это до трёх лет не проявилось, специалисты считают, что, ну, как бы и проблемы в дальнейшем тоже не будет. Но если уже такая проблема есть, надуманная она или нет, давайте разберёмся. Итак, конечно же, когда мы говорим, собственно, про подростков, кто не был подростком, конечно же, мы помним, ох, что у нас только в голове не происходит, да. Но у нас есть ещё на данный момент социальные сети, где ярко показывается, как здорово выделить себя и столпы, и общество, да, то, о чём я чуть ранее говорила. И, собственно, что видят подростки? Они видят некую модель и начинают, первое, подражать. Хм, как вариант. Подражание. Далее, выделение столпы. Да, я не такой, примите меня таким, какой я есть. Окей, хорошо. Дальше, имитация, состояние. То есть подросток настолько начинает верить, да, вот эту придуманную фантазию, что его состояние действительно как бы начинает мимикрировать в эту всю историю. Ну и, собственно, может, конечно же, повлиять подростковый протест и некий такой бунт против общества. И принятие в семье, собственно, если в семье, наоборот, это очень остро так воспринимают, да, и, конечно же, это, как говорится, та самая наша любимая фраза, запретный плод сладок и так далее, вот это всё накапливается, как снежный ком. Ну и, конечно же, в общем и целом, да, мы говорим про влияние социума, окружающей среды и, конечно, культуры. И уже сейчас очень большое количество историй, когда все согласились, приняли позицию человека-подростка, да, помогли ему всячески сменить пол, проходит время, и этот человек подаёт в суд на людей, говоря о том, что вы мне не дали понять, я не понял вообще, какие будут у меня последствия. И тут мы сталкиваемся с главной проблемой, про которую почему-то все молчат. Все показывают красивую картинку, да, я не такой, как все, да, меня тут любят, да, там где-то меня не любят, но это того стоит. И вообще у нас все понятия просто перемешиваются. У подростков они перемешиваются ещё больше, потому что они ещё не до конца тоже осознают себя в этом мире. Мы все не до конца осознаём себя в этом мире, как бы это грустно и печально не звучало. Но, тем не менее, мы сейчас очень серьёзный вопрос с вами выясняем. И когда же эти люди все обращаются, собственно, к психологам, да? Мы говорили о том, что психолог должен быть у истоков в самом начале. Но почему-то все люди приходят к нему уже, когда, собственно, попили гермонотерапию, да, уже даже сменили пол. И вдруг они поняли, что обществу они-то не нужны. Возможно, они бы нашли себя в своём старом теле, да, возможно, они бы прошли какую-то терапию, психическое понимание вообще себя, да, своего внутреннего мира. И они бы адаптировались, и всё бы у них было супер, здорово и классно. Ну, все решили, давайте закроем на это глаза, давайте покиваем все головой, скажем, да, мальчик решил стать девочкой, замечательно, мы все согласны. Или же наоборот, девочка стала решить мальчиком, мы все согласны. Не помогать этому человеку вы решили, а вы решили просто на это всё закрыть глаза и решить так вопрос, мол, а, всё как-нибудь само сложится. Да и вообще, если честно, это не про толерантное общество, это про общество, которому всё равно. Вот так. Вот такая правда, ребята. Те люди, которые говорят про смену пола, они просто не поняты обществом, они просто были не поняты как личности, их просто не увидели, ими просто в нужный момент не восхищались, их просто не заметили когда-то. Наше общество больно не потому, что нам нужно менять пол или ещё какие-то такие кардинальные решения принимать, проблема нашего общества в безразличии. То есть, понимаете, да, толерантность – это не про принятие, не про понимание, не про поддержку. Это про «ну пусть будет, как хотите», а потом? А потом что? А потом проблемы. Какие проблемы? Человека, да, он прошёл все эти этапы, он хотел самовыразиться, он хотел доказать этому миру, что я нужный, и даже, возможно, пусть я не такой, как все, я… Ну, только обратите на меня внимание, вот он, я здесь, я живой, посмотрите! А людям, как было всё равно на этого человека, так и осталось всё равно. А человек с новыми проблемами, да, с накопившимися, снова попадает в эту пучину жизни и ещё больше впадает в депрессию, непринятие себя, не найдя себе работы, как говорится, места под солнцем, своей второй половины, личных отношений. Детей, конечно же, тоже у этого человека уже быть не может, потому что очень важный момент, как будто бы все, так, ну, скажем, умалчивают, как будто неважную деталь. Ведь все, кто меняют пол, должны всю жизнь сидеть на гормональной терапии, тем самым садя окончательно своё уже и так некрепкое здоровье. Мораль всей басни. Что же делать? Я вам описала всю ситуацию от и до, да, то есть от того, как это может всё начаться, всё развитие событий, да, и финал, чем это может быть окончено, да. Вы прекрасно понимаете, как всё может закончиться. Я не буду на этом заострять внимание. Я вам рассказала историю, да, от начала до конца. Теперь вопрос, а что же с этим делать? Если вы столкнулись с тем, что подросток говорит о том, что, о, круто бы сменить пол, разберитесь в ситуации, да, как я уже говорила, не надо кричать, сирвать на себе волосы, не можете сами, есть специалисты. Второе. Общайтесь. Я не устану повторять, что родители должны быть, прежде всего, друзьями своих детей. Если у вас нет таких отношений, снова-таки решите этот вопрос. Найдите человека, который вам в этом поможет. Снова-таки, хороших специалистов много. Просто поищите. Вы удивитесь, сколько людей готовы будут вам помочь. Далее. Если вы хотите сами решить этот вопрос, ну, у вас хорошие доверительные отношения, и вот как-то по-дружески ваш ребёнок вам сообщил такую новость, невзначально. Что же делать вам? Конечно же, спросите, а какая твоя цель? Для чего тебе это нужно? И попросите описать ребёнка, ну, а как он видит себя в том состоянии, фантазированном, да, через 5, 10, 15 лет. Объясните риски, расскажите все нюансы, расскажите проблемы со здоровьем, которые будут присутствовать в жизни вашего ребёнка, если он пойдёт по этому пути. Насколько осознанно он хочет принять такое решение? И здесь про поддержку. Не имеется в виду, что всё хорошо, мы всё смирились, мы закрыли глаза, пусть будет как будет. Хочется, нравится, пусть. Нет, поддержка немножко не в этом, да, нужно понять, а что сподвигло вообще к таким решениям. Поддержать и понимать человека нужно во всех его жизненных этапах, тем более, если это касается вашего ребёнка. Конечно же, объясните про необратимость процесса, да, то есть, если этот процесс запускается, он необратим. Снова-таки, подведите ребёнка к осознанному вообще пониманию этой темы, этого вопроса, ведь вы должны понимать, что ребёнок видит это немного как бы в розовых очках. Подводя итоги, что я могу сказать? Да, это есть. Как подаётся в нашем обществе этот вопрос, другой вопрос, неправильно, нездоровым путём. Я думаю, из того, что я уже раньше вам перечислила, вы это поняли, да? Вот, соответственно, есть такая проблема, ну, есть такая проблема, она прежде всего в моём понимании, конечно, связана именно с теми процессами физиологическими, которые, ну, как бы, с точки зрения природы произошли, давайте так скажем, да, генетически это так сложилось, вот, либо же вот аномалия, патология, да, это вообще отдельная история, это отдельный нюанс. Не стоит, конечно, этих людей бросать и закрывая глаза, мы про поддержку для всех людей, то есть это тоже должно освещаться, это тоже мы должны проговаривать, да, так же точно, как и если вот этого всего нет, да, а есть всё остальное, социум, модно, прикольненько, весело и так далее, но никак никто не объясняет, о чём это чревато, да, соответственно, я про здоровое воспитание всех ступеней, да, здоровое воспитание в семье, здоровое воспитание в школе, система образования не может быть такой, который является на данный момент, это полный сумбур, честно, это очень большая проблема нашего общества, и я с большой болью и сожалением на это всё смотрю, но опять-таки никак не могу на это повлиять, или могу, но очень минимально, и я бы хотела, чтобы всё менялось в лучшую сторону, не так, как это выглядит сейчас, мне не нравится, всё, мне не нравится, ну и конечно же, культура в общем и целом, да, мы должны, наверное, всё-таки фильтровать нашу культуру, социальные сети и так далее, нельзя это запрещать, незачем это запрещать, ведь по ту сторону это тоже живые люди, они тоже столкнулись с определёнными проблемами, и прежде всего, им тоже нужна помощь, просто наше общество не до конца осознанное, вот это проблема, и да, нам нельзя закрывать на это глаза, если мы не хотим, чтобы в дальнейшем действительно каждый второй решил сменить пол, а через две недели, поняв, что он сделал самую большую ошибку в своей жизни, хвататься за голову и пытаться найти решение, как вернуть всё назад, осознав потом, что вернуть назад ничего нельзя, в общем, подводя итоги, я бы просто хотела вас всех сподвигнуть быть небезразличными, не только по отношению к своим детям, но и к обществу в целом, мы должны поддерживать друг друга и любить, безразличие самый большой враг человека, поэтому не будьте безразличны, если вам понравилось это видео, и я хоть что-то для вас интересное, полезное рассказала, обязательно поставьте пожалуйста лайк, напишите своё мнение в комментариях, и если вы хотите, чтобы рубрика не бла-бла-бла продолжалась, также дайте мне пожалуйста знать об этом в комментариях. Всем спасибо за просмотр, я очень благодарна всем, кто откликнулся, я надеюсь, что мы ещё с вами увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok